Приветствую! Вы смотрите канал Climate Change. Последние новости о климате и катаклизмах, которые происходят на нашей планете. В этом выпуске вы узнаете о последних стихийных явлениях и происшествиях, которые произошли в мире за последние сутки. Надеемся, что вы сейчас в безопасности. Гигантский град выпал в Техасе. В североцентральных районах Техаса в понедельник 12 апреля выпал гигантский град. Некоторые градины были размером с грейпфрут. В результате шторма был нанесен ущерб собственности, в частности разбиты многие окна и повреждены автомобили. Национальная метеорологическая служба получила десятки сообщений о сильном граде во время сильной грозы. Напомним, что в предыдущем выпуске мы рассказывали о большом граде размером с бейсбольный мяч, который выпал в Алабаме. Вулкан Тааль на Филиппинах произвел 383 вулканических землетрясений за 24 часа. Зарегистрировано в частности 238 эпизодов вулканических сотрясений продолжительностью от 1 до 12 минут, 143 низкочастотных вулканических землетрясения и начавшиеся низкоуровневые фоновые сотрясения. На северной стороне образовались паровые шлейфы высотой 300 метров. Средние выбросы диоксида серы СО2 по состоянию на 12 апреля составили 1886 тонн в сутки. Параметры деформации грунта продолжают регистрировать расширение Тааля, которое началось после извержения в январе 2020 года. Эти параметры указывают на стойкую магматическую активность на небольшой глубине. Сохраняется второй уровень тревоги, при котором могут произойти внезапные паровые или фреатические взрывы, вулканические землетрясения, незначительный пеплопад и смертельные скопления или выбросы вулканического газа, которые могут угрожать близлежащим территориям. Внезапные наводнения нанесли серьезный ущерб муниципалитету Эль Кармен де Боливар в департаменте Боливар на севере Колумбии. Местные власти объявили состояние бедствия. Наводнение произошло 12 апреля после нескольких часов проливного дождя. Ливень вызвал разлив реки Альферес, протекающий через муниципалитет. Пострадало 30 кварталов. По оценкам, около 70% муниципалитета находилось под водой. Гражданская оборона Колумбии сообщает, что было повреждено около 900 домов, пострадало 3274 человека. Оценка ущерба продолжается. Местные СМИ сообщили, что число пострадавших намного больше. Как считается, серьезно пострадали до 4000 семей. После объявления чрезвычайного положения, национальные и местные агентства начали доставлять предметы помощи пострадавшим семьям. Еще в 2019 году власти предупредили о повышенном риске наводнений из-за сильного проседания земли. Гражданская оборона также сообщила о внезапных наводнениях в некоторых частях Южного департамента Путумайо с 11 по 13 апреля 2021 года. Наводнение затронуло муниципалитеты Валле-дель-Гуамуэс, Сантьяго и Орито. Были повреждены более 150 домов и пострадали более 500 человек, в основном в Орито. Столицу Китая, Пекин, накрыла песчаная буря, которую принес ветер со стороны Монголии. По мнению метеорологов, непогода может добраться и до восточного и центрального Китая. Сейчас в Пекине очень сильно загрязнен воздух. Индекс загрязнения воздуха в столице составляет 1358 единиц. Уровень загрязнения из-за большой части пыли и песка в атмосфере классифицируют как опасной. Концентрация песка в воздухе не такая сильная, как во время других бурь, которые прошли в Китае в минувшем месяце. Однако скорость ветра сейчас сильнее, поэтому непогода распространяется на большую часть территории страны. Водяной смерч был замечен в Нейпире, Новая Зеландия, во время сильных гроз, обрушившихся на Северный остров. Водяной торнадо возник из-за системы низкого давления, пересекающей Северный остров. Циклон из Тасманова моря сопровождался ливнями, шквальными грозами и градом. Град, проливной дождь, ветер – как будто все времена года пришли одновременно. Гром продолжался без перерыва, рассказывали очевидцы. В четверг 15 апреля на большей части территории Шотландии был установлен максимальный уровень метеорологической опасности, связанный с риском возникновения природных пожаров. Несмотря на низкую температуру воздуха, сильные ветры, установившиеся в Шотландии, могут способствовать распространению огня. В зону риска попали населенные пункты от Севершотландского Нагорья до Аркнейских и Шетлетских островов. Средняя скорость ветра в данной части Шотландии достигает 80 метров в секунду, а в субботу его порывы могут превысить 10-15 метров в секунду. Местная пожарно-спасательная служба настоятельно рекомендует местным жителям проявлять крайнюю осторожность и незамедлительно сообщать о возгораниях. Лесные пожары могут нанести значительный ущерб не только населенным пунктам, но и местным сельскохозяйственным угодьям, а также дикой природе и ее обитателям. Из-за выброса парниковых газа в атмосферу пожары несут негативные воздействия и на окружающую среду. Мировой рейтинг стран, способствующий уничтожению лесного покрова планеты, возглавил Китай, а второе место заняли страны-члены Европейского Союза. Китай занимает первую строчку рейтинга. Его доля ответственности за разрушение лесного покрова планеты за 2017 год составила 24%. На третьем месте после ЕС идет Индия – 9%. Следом идут США – 7%. И закрывает пятерку Япония, чье правительство ответственно за 5% от общего объема уничтожения лесов. Кроме того, большинство тропических лесов вырубали ради поставок сои в ЕС. Оказывается, что в период с 2005 по 2017 год до 80% от вырубленных лесных массивов пострадали ради экспорта в Евросоюз сои, до 31% – это 89 тысяч гектара леса в год. Пальмового масла, которое повлияло на уничтожение 24% или 69 тысяч гектаров лесного покрова. Говядины – 10%, 28 тысяч гектаров. Изделий из древесины – 8%, это 22 тысячи гектаров. Какао – 6%, это 18 тысяч гектаров. И кофе – 5%, это 11 тысяч гектаров. При этом, в 2017 году ситуация изменилась. Пальмовое масло возглавило рейтинг разрушающих лесоимпортируемых ЕС единиц, и ее доля составила 42%, это 85 тысяч гектаров уничтоженных лесных покровов. Доля сои в 2017 году сократилась до 17%, это 34 тысячи гектара. Наиболее негативный импорт Европейского Союза влияет на Бразилию, где экспорт в европейские страны приводит к уничтожению до 87 тысяч гектаров леса в год. Индонезию, где ежегодно вырубается до 64 тысяч гектара леса. И Парагвай, где уничтожают 22 тысячи гектара леса ежегодно. Согласно данным отчета, в 2017 году импорт продукции странам Евросоюза из Индонезии привел к вырубке 80 тысяч гектаров лесных массивов страны. Бразилия за тот же период уничтожила 50 тысяч гектаров тропического леса. Лагуна Санта-Мариэль-даль-Ора, расположенная в западном мексиканском штате Найорит, за ночь стала коричнево-красной, удивив местных жителей. Лагуна Санта-Мариэль-даль-Ора, длина которой составляет почти 2,25 километра, а ширина 1,2 километра, расположена внутри кратера, образованного в результате падения метеорита тысячи лет назад. Кратерное озеро, также известное как Зачарованная лагуна, содержит пресную воду. Цвет воды постоянно меняется от синего до ярко-зеленого, но в этот раз лагуна стала коричневато-красной. По словам ученых, изменение цвета является естественным и связано с более низкими температурами в этом году. Более холодная и плотная вода, которая обычно находится на дне озера, поднимается на поверхность озера, меняя свой цвет. Эксперты отмечают, что загрязнения или выбросов ядовитых веществ нет, но пробы воды все же были отправлены на исследование, чтобы определить, содержит ли эта коричневато-красная вода какие-либо патогены или опасные микроорганизмы. В Венгрию посреди апреля накрыл снежный фронт. В некоторых регионах страны, включая Баконь, Кекестетё, Печь, графство Комаром-Эстергом и Нормафу, воцарилась настоящая зимняя атмосфера. Снегопад обрушился во вторник и продолжался всю ночь. В некоторые населенные пункты района Баконь холодный фронт принес 30 сантиметров снега. Так, в городе Зирц высота снежного покрова достигла 29 сантиметров. В населенном пункте Тесс выпало 24 сантиметра снега. Неожиданная для этого времени погода вызвала перебои в движении транспорта во многих частях страны. На этом выпуск подошел к концу. Не забудьте посмотреть наши предыдущие несколько выпусков, если вы их пропустили. Спасибо вам за то, что интересуетесь событиями в мире и смотрите наши видео. Если вам понравилось, не забудьте поддержать выпуск лайком и подписаться на канал. И напишите в комментариях, как вы думаете, успеет ли человечество вырастить достаточное количество деревьев на замену срубленным. Берегите себя! Озвучил Александр Тымачко